Теперь же я хочу вместе с вами обратиться к посланию апостола Павла Филиппийцам, 3 глава, 20-21 стих. Наше же жительство на небесах, откуда мы и ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет Себе все. Наше же жительство на небесах. Знаете, вообще я так понимаю, что когда христианина спросить, где ты живешь, он должен дать всегда первый ответ – на небесах. И пусть меня не понимают, пусть с меня смеются, а для меня это очень серьезно. Для меня очень это реально. Я живу на небесах, как написано в послании Ефесянам. Мы уже посажены на небесах во Христе Иисусе. А здесь, на земле, здесь я странник и пришелец. С момента, как Господь мне открылся, как открыл мои духовные глаза, как прочистил мой разум, как Он вошел в мое сердце и сделал меня своим детем, здесь я на земле странник и пришелец. И я иду теперь через временную свою земную жизнь в небесах. Вот там моя Родина, там мое гражданство основное, там все мои мечты, все мои устремления, все мое счастье там меня ожидает на небесах. Братья мои и сестры, скажите, правда, что не всегда такие чувства посещают нас или живут в нас? Как часто бывает так, что у нас земля эта держит, и что? По старой плотской привычке, которая была еще до нашего покаяния. Вот как мы жили, будучи, не зная Бога живого, не зная нашего Спасителя, и мы жили, как все остальные люди, как пишет апостол Павел во второй главе, Ефесянам тоже в первых стихах он пишет, что мы жили по образу мира сего, как все остальные люди. Мы так же само жили только землей, только земном, все наше было здесь, на земле. И мы вот в этом искали счастье, искали покой, искали удовлетворение, искали себе разрешение. Друзья мои, и бывает так, что и пришел Господу, и спасение получил, а вот от этого всего Египта, из которого вывел меня Господь. А Египет из меня не вышел. Из Египта можно выйти, но он из тебя не вышел. И вот так оно бывает в жизни верующих. Вышел из этого мира, Господь вывел, спасение дал, Духа Святого дал. А живешь, как мирской человек, если посмотреть на твою жизнь, на твои цели, ценности, на образ жизни, все-то еще в Египет, в тебе столько присутствует. Хотя Дух Божий тоже есть, и рождение свыше есть. Наше жительство на небеса. Знаете, когда я в молодости был, я как-то Господу задавал однажды такой вопрос. Причем это не один раз, а какой-то период времени было. Я так боролся со своей плотью, со своей этой плотской составляющей, которая меня тянула к похотям, к грехам, и спотыкался не раз в том или другом. И мне так уже надоело бороться с этой своей плотью. Я взмолился однажды в своей личной молитве к Господу. Господи, ну что ж ты такое вот придумал? Вот я же, ты ж меня коснулся моего сердца, я покаялся. Я истинное дитя твое. Чего ж ты такое бы не придумал, что вот я покаялся и сразу на небеса? Зачем мне еще дальше жить и мучаться здесь, на этой земле? Хранить верность, бороться со грехом, искушениями? Господи, ну что ты бы не мог такое придумать? Покаялся и на небеса. Покаялся и на небеса. Вот пока не покаялся, живи на этой земле. Господи, чего ж ты не мог придумать? Ты же все можешь. Я долго не понимал смысла. Я понимал, что в этом воля Божья, но я не понимал. Потихонечку Господь начал мне открывать. Сегодня я, конечно, делюсь тем, что мне Бог открыл за десятилетия моей жизни. Вы знаете, это очень интересно. Вот Господь каждого из нас, когда сотворил, Он сразу же сотворил для вечной жизни. Знаете, от самого начала предназначение каждого человека Вечная жизнь. Вечная жизнь. Почему? Как это можно узнать? Да потому что душа каждого из нас вечная. Душа что, вечная? И скажите, те, которые постарше, Скажите, у вас душа постарела? Я вот когда с молодежью, я себя ощущаю на 16-18 лет. Без проблем. Мне даже хочется вместе с ними побегать, попрыгать, Все остальное там пошутить, посмеяться. Но я понимаю, это они на меня смотрят с удивлением, Если я вдруг начинаю такое выдавать. Ты, мол, что сюда, старик, к нашему компании молодой, Примазываешься? Не-не-не. Мы молодые, а ты старый. Да не понимают они, что душа-то не стареет. Совершенно не стареет. Мы так хорошо помним свою молодость, И все эти чувства в нас живут. Да, друзья мои. Потому что душа нетленная, душа вечная. Но вот эту вечную душу, Которую сотворил Господь Бог, Ибо Он все сотворил на небесах и на земле, Видимое и невидимое, Бог все сотворил. Эту вечную душу Бог решил поместить во временное тело. Во временное тело. И на этой временной земле. Господи, а зачем нам это временное тело для вечной души? Зачем нам временная земля перед той вечной жизнью, Которая уже есть? Уже есть. Господи, зачем нам это временное? И вот в этом, В этом серьезный очень вопрос, И очень глубокий смысл. Потому что, знаете, Продолжается процесс творения Каждого из нас Для вечной жизни. Вы думаете, Что вы уже сотворены? Нет, нет, Еще не все. В течение всех Временных, Земных дней, Которые Бог нам отмерил здесь жить, Продолжается процесс творения нас Для вечной жизни. А мы часто думаем, Бог нас сотворил жить здесь на земле. Бог для нас такую хорошую землю сотворил. Я так хочу здесь хорошо пожить. Так не для этого ты создан. Что такое 70, 80, Пусть даже 90, 100 лет? По сравнению с вечностью. Потому что вечности тысяча лет, Сто тысяч лет, Миллион лет, Это ничего. Нас реальная вечность ожидает. И мы сотворены для вечности. И вот здесь, На временной земле, Происходит процесс творения Каждого из нас Для вечной жизни. Только в этом процессе, Вот в этой части процесса творения. Вот знаете, Когда Бог нас изначально творил, То Он нас не спрашивал. Вот сотворить меня мужчиной или женщиной, Никого не спрашивал, Даже моих родителей. Быть такого высокого роста или низкого, Бог никого не спрашивал. Быть там черным или белым, Быть там с острым носом или курносым, Иметь такие способности или другие, Бог не спрашивал. Вот тот процесс творения, Бог делал в отношении нас, Не советуясь с нами ни с кем. Сам, как Он усмотрел. А вот уже когда мы рождены, И живем на этой земле, Вот здесь Бог сделал нас, Каждого человека, Соучастником, Прямым соучастником процесса творения Самого Себя для вечной жизни. Вот Господь со Своей стороны, Он все сделал для моего спасения. Но спасение Он всегда предлагает, Никогда не заставляет принять, А предлагает, И я принимаю решение, Принять мне Божие спасение или нет. Но это не только в вопросе спасения. Это вопрос в множестве других вопросов В жизни моей. Вот апостол Павел говорит, Господь Бог есть взращивающий, Наслаждающий, поливающий суть ничто. Все Бог взращивающий. Бог растит каждого из нас На протяжении всех дней моей жизни. Но в этом процессе роста Всегда предусмотрен наш отклик. Вот Бог со Своей стороны Пишет нам программу, Божественную программу уже заранее. В твоей книге записаны все дни Для меня назначенные, Когда еще ни одного из них не было. То есть программу, Как мне жить, Через что меня провести, Бог уже для меня прописал Еще прежде рождения. Прежде того, как призвал Для жизни на земле. Бог контролирует все обстоятельства, Через которые я буду проходить. И хорошие, и плохие, и всякие. Все Бог это все контролирует у нее На сильнейшем контроле. Он говорит, волос с вашей головы На землю не упадет. Без воли моей, друзья мои. Поэтому все под контролем Господа. Это его программа для моей жизни. Господь, Бог, ведет всякую другую работу. Через проповедников, через церковь, Через людей, через, ну, через все. Через все абсолютно. Господь ведет свою работу. Но везде предусмотрен мой отклик. Вот я буду слушать Господа или не буду? Буду интересоваться этими вопросами вечности Или не буду? Буду интересоваться земными вопросами? Буду я внимательно слушать, Что Бог от меня сейчас хочет? Или буду у себя на своей волне? У себя, так скажем, в своем разуме Вот что-то имею и все. И меня, как говорится, Хоть колга на голове чеши, Меня не переубедишь и не сдвинешь с места. Да, друзья мои, в большом и маленьком Господь каждый день работает с нами, А мы, соработники у Бога, В работе над самим собой. И вот, когда наша земная жизнь Будет заканчиваться, По воле и определению Божьему, Друзья, Он нас позовет к себе. И вот там мы будем отвечать. И Бог скажет, и Бог покажет, Что я для тебя сделал? Да я же для тебя все сделал, Чтобы ты, мое дитя, рожденное свыше, Вырос в меру полного возраста крестов. А вот то, что ты не вырос, И оставался младенцем, Детем маленьким духовным, Это все твой выбор. Это все твоя реакция. Это все твои выборы. Это все так, как ты относился, И поэтому я старался, Скажет Господь. Я все сделал. И чего я еще не сделал Для этого своего виноградника? Или для своей виноградной лозы? Или смоковницы? Чего я не сделал еще? И никто из нас Никогда не обвинит Бога, Что он чего-то не сделал. Он всегда сделал гораздо больше, Потому что он дает и вторые, и третьи шансы, И знаю даже седьмые, и двадцатые шансы, Чтобы мы, наконец, чему-то научились. Но как в книге пророка Исаия написано, Во что продолжать бить вас, Продолжающее свое упорство? Уже нет здорового места. От подошвы ноги до темени головы, Язвы, пятна, гноящиеся раны, Это имеется в виду все духовное состояние, Друзья мои, и говорит, ничего не отстает от вас. Ничего, никаких изменений не происходит. Потому что мы так откликаемся на работу Божью. Братья и сестры, Вы соучастники процесса творения самого себя Для вечной жизни. Каждый день происходит творение каждого из вас Для вечной жизни. Каждый день что-то Бог делает. Каждый день какая-то школа Божья, В которой Он учит нас. Каждый день. Друзья, важно не семинарии, Важны не библейские колледжи, Еще что-то. Друзья, важно, как я учусь в Божьей ежедневной школе, Которой является моя жизнь. А в этой школе для каждого из нас Он учитель, сам Бог. Он на себя взял эти ответственности. И Он даже говорит Евангелие Матфея, Никого не называйте учителем себе на земле. Никого. Один у вас учитель, Который по-настоящему и истинно учит каждого из вас. Один у нас учитель. И представьте себе, Вот, если здесь на земле есть самое хорошее учебное заведение На весь мир. Как вы думаете, сколько надо заплатить, чтобы там учиться? О, немеренные деньги. Я не знаю, сколько надо платить за год В самом лучшем учебном заведении. А Бог лучше любого учебного заведения. И Он говорит, я твой учитель каждый день. Тот, который самый совершенный, самый прекрасный, Самое может научить. У которого индивидуальный подход каждому ученику, Каждому человеку. Мы имеем такого учителя. Брат и сестра, А чего ж ты Все такой нулевой? Чего ж ты все в первом классе И второгодник уже не первый год? Почему судя по времени надлежало быть учителями, А ты еще все такой же младенец? Это твоя проблема. Проблема твоих отношений с Богом, И проблема, как ты учишься в Его школе. Наверное, ты как тот двоечник в школе, Который приходит в школу, Просто ходит в школу. И приходит на уроке, сидит, Но как он пришел на урок, ничего не знал, Вышел с урока, ничего не знает. Вот так бывает и с верующими. Бог меня в новый день приводит, И в этом новом дне Он подготовил для меня Какие-то лекции, уроки, Какие-то новые темы. И Он в этом дне меня через это проводит и учит. А я ничего не понимаю. Где Бог? Чему Он учит? Какие Он мне сегодня уроки давал? Что Он хотел во мне? Чему меня научить? И как меня изменить? Ничего не знаю, не понимаю. Я себе вот живу на земле. Ну, друзья мои, тогда что, так и получается? Такой результат получается? Никакой. Но хочу вам сказать, Что здесь вот что важно. Это касается не только нашей вот этой земной жизни. Потому что когда мы закончим свою земную жизнь, Вот тогда будет судилище Христова. Об этом пишет апостол Павел. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Ибо всем нам должно будет предстать предсудилище Христова, Чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Всем нам это верующим, спасенным. И мы, с одной стороны, радуемся спасенные, что мы не будем отвечать за грехи. Правильно и аминь. Радуйся, брат и сестра, если Господь тебе открылся, и ты принял его в свое сердце, за грехи отвечать не будешь. Но вот за то, как ты прожил верующую жизнь, будешь отвечать по полной программе. По полной программе, как ты прожил свою верующую жизнь. И вот там этот первый суд, он сразу будет после того, когда Христос придет за своей церковью. Он придет с тьмами святых ангелов. И тогда написано, раздастся громовой голос архангела, И затрубит труба Божья, и мертвые, те, которые умерли верующими во Христе, воскреснут в новых телах, воскреснут в новых телах. Вот таких телах, как у Иисуса Христа было после воскресения. Тело, которое проходит свободно через любые стены, да сквозь толщу земли, без проблем проходит это тело. Не надо объезжать вокруг земли, а прямо на ту сторону и все, куда надо. Такое тело, которому не важно, закрытые двери там или еще, которому не надо транспорт. Я только подумал, я бахаю в Украине, в одну секунду со скоростью мысли. Я только подумал на любой планете, да в любой галактике, только подумал. Мне не надо ни ракеты, ни самолеты, ни автомобили, ничего. Вот такое тело у нас будет, прославленное. Бог нам даст такие прославленные тела. Мы будем иметь все знание. Я только некоторые штрихи рисую. Христос говорит, в тот час вы меня не спросите ни о чем. Апостол Павел говорит, знание упразднится. То есть никто не будет хвалиться своим знанием, потому что все будут знать все. Я там на небесах встречусь с Авраамом, я сразу буду знать, это Авраам. Встречусь с Давидом. А, привет, Давид, давно хотел тебя видеть. Вот мы наконец-то с тобой можем поздороваться. Без проблем я сразу. И все меня будут знать там на небесах. Абсолютное знание. Но вот когда Он нас воскресит, и написано, сначала воскреснут мертвые, а потом, кто будет жить из верующих в тот момент на земле, вдруг, во мгновение, о, какого-то глаз моргает. Не успеешь глазом моргнуть. Каждый из нас получит тоже новое прославленное тело. И мы будем восхищены на встречу с Господом. И что будет дальше? И вот я как-то еще с детства помню, в церкви я слышал проповеди. И будем петь славу Господу. Я вообще подозреваю, что это группа прославления выдумала такое объяснение. Им нравится петь, они хотят всю петь, вечность петь. Не, ну я тоже петь люблю, и музыкальные способности имею. Ну, всю вечность петь. Я бы еще чем-нибудь быть занялся, кроме пения. А вы знаете, я абсолютно уверен, что вечная жизнь, которую приготовил нам Господь, вечная, она будет гораздо интересней, гораздо разнообразней, гораздо прекрасней, чем эта временная жизнь. Кто верит, скажите аминь. Друзья мои, и это будет удивительная вечная жизнь. Ну, что еще однажды? Я понял, Господь мне открыл. Бог говорит еще и в псалмах, и через пророка, и в евреям написано, не ангелом Бог творит будущую вселенную. Не ангелом. Не ангелом. Потому что ангелы – суть служебные духи. Знаете, быть детем Божьим – это самая высокая позиция в глазах Божьих. И сейчас здесь, на земле, и потом, когда мы придем в вечность, дети Божьи, они будут выше всех и всего, что будет в вечности. Потому что они дети, реальные дети самого Бога. Наследники, к тому же. К этому сейчас подойду, потихоньку подвожу. Дети Божьи, им принадлежать будет вечная вселенная. Но вот как это вот, когда вот Бог говорит, я творю новое небо и новую землю. Кстати, интересно. 65-66 глава Исаии, там два раза написано. Бог говорит уже тогда, 700 лет перед рождением Христа, Он говорит, я творю новое небо и новую землю. Но смотрите, как глагол стоит, в какой форме. Несовершенный. Творю. Не сотворил. Он не говорит, я сотворил. А Он говорит, я творю. То есть, оно было в процессе творения еще. Не было готово для нас. А Христос, помните, тоже говорит ученикам перед причастием. Он говорит, пойду и приготовлю место вам. И когда приготовлю, приду и возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я. То есть, еще опять же продолжался процесс творения. А вот когда будет второе пришествие Христа, то уже тогда она будет сотворена. Новое небо и новая земля, тот вечный мир. И Он придет за нами, чтобы ввести нас в тот вечный мир, который Он творит. Или уже я верю, что сотворил. Я верю, что уже сейчас все закончено. Сотворено. Этот мир, Он сотворил не ангелам, а нам, детям своим. Господи, мне, такому грешнику, помилованному, спасенному, такому недостойному, да мне еще новое небо и новое земля. Слушай, Господи, а как, что-то мне достанется. А Господь говорит, достанется, достанется. Только вот, когда я возьму вас и восхищу, то тогда самое первое, знаете, куда попадут верующие люди после восхищения, вот, взятия Христа своих? На судилище Христово. И вот там каждый верующий человек будет Богом просвечен, взвешен, со всех сторон оценен, вся жизнь до мелочей. И каждый получит соответствующее наследство от Господа. Помните притча Евангелия от Луки? Один принес на одну мину десять мин, и он слышит в ответ, «Ходи в радость Господина твоего, возьми в управление десять городов». Конечно, это притча, но вы знаете, мы как-то рассуждали с братьями, слушай, а города это что, вот эти небесные города, которые Бог нам даст? Это реальные какие-то небесные города? Или, может быть, это планеты? А один брат говорит, да что ты Бога ограничиваешь, его благодати? Это галактики. Десять галактик. Вполне допустимо. Вполне допустимо. Десять вечных небесных галактик. Бог такой щедрый, Бог такой добрый. Бог так приготовил нам вознаграждение. Но получит каждый в соответствии с тем, что будет определено на судилище Христовом. Как ты прожил свою временную земную жизнь? И Христос говорит, если ты в этом временном земном, который я тебе здесь дал на земле, чтобы ты правильно передо мной распоряжался, если ты здесь был неверным в глазах Божьих, кто тебе доверит вечное управлять? Никто не доверит. И насколько ты был верен здесь на земле в глазах Божьих во всей своей жизни, вот настолько тебе будет верено и вечное наследство. И это все будет решать в судилище Христова. Сразу после восхищения Церкви. А после уже того, как будет судилище, мы с вами пройдем, потом уже будет брачный пир, потом вступление в наследство и все остальное, это уже все потом. А сначала судилище Христово. И вот поэтому мы видим еще в Ветхом Завете, Бог через пророков говорил, допустим, через пророка Амоса, он говорит, приготовься к встрече Бога твоего. Через пророка Иеремию в 46 главе мы читаем, приготовь себе нужное для переселения. Друзья мои, всем нам предстоит переселение. И слава Богу, и слава Богу, что эта земля не вечная. Ой, как хорошо. Я как часто благодарю Бога в последнее время, что эта земля не вечная. И что здесь я не для вечной жизни сотворен. Слава Богу. Слава Богу, друзья мои. Мы с вами должны наследовать вечное. Но все это вечное приобретается во временном мире сейчас. Сейчас в этом временном мире. Собирайте себе сокровища на небесах. Не потом будем собирать. Не, не, тогда только получать. А сейчас собирайте себе сокровища. Когда я был здесь в Америке на похоронном служении, один брат уже такой в годах, он отошел в вечность. Хоронили, его траурное служение было. И вот после служения был траурный ужин. И на нем уже, как по обычаю нашему, как там, стали немножко делиться, рассказывать, кто его знал в течение жизни. Одно, другое, каким он был, какой след он оставил. И вот встает один брат и рассказывает, который был с молодости, жил вместе с ним вселетом в Украине, в Западной Украине. И он говорит, я вспоминаю молодость, и говорит, вспоминаю те годы, тогда уже стали мы жить лучше, и верующие люди уже стали покупать мотоциклы себе. И вот многие, так как семьи многодетные, купили мотоциклы с колясками такие черные. И вот когда приходит воскресенье, начистят еще в субботу, надраят свои мотоциклы, чтоб блестели, отрегулируют, чтоб форчали хорошо. Вот после этого. И уже сам на сиденье, конечно, водительское, жену сзади, а в коляску детей сколько есть насадят. Там в коляску, на коляску, там их трое, четверо, пятеро, вот облепили эту коляску. И на собрание, и на собрание. А после собрания один перед одним братья, тоже свои семьи, и домой. А этот брат жил не так хорошо, не так хорошо материально. То у него денег хватило купить, такой мотороллер, вятка был. Но кто из старших помнит, ну это такое вот средство переближения, такое, как говорится, курица не птица, мотороллер не мотоцикл. Вот такое что-то похожее. Ну, можно ездить. И даже вдвоем. Сзади есть сиденья. Ну, конечно, троих уже не потянет. И вот этот брат, каждое воскресенье, каждое служение, выезжал из дома за два часа раньше, и на своем мотороллере объезжал все хутора дальние. И вот старых людей, которые не в силах были дойти сами пешком, а транспорта тогда не было особенного вообще, то тогда он вот подъедет, заберет старушечку, привез в собрание, поехал в следующий рейс, на другой хутор, забрал старичка, опять в собрание. И вот полтора-два часа ездит, собирает. А после, как закончилось богослужение, все раз и разъехались, а он два часа развозит обратно. И вот, говорит, сколько мы с ним вместе жили лет в этом селе, он всегда это делал. Никто ему не поручал, никто его не просил, в церкви ни разу официально не сказали ему благодарность, ничего. Все это он делал, потому что Дух Святой его побуждал. Вы знаете, я тоже скажу притчей. Я уверен, что этот брат, когда придет в вечность, его будет ждать какой-то небесный золотой мотороллер. И на золотом мотороллере он будет по золотым улицам Нового Иерусалима. А знаете, а бывает вот так, другой брат живет и говорит, Господи, да надоел этот старенький Форд, хочу новую машину, да хочу сразу лексуса, такого большого, такого семиместного, черного, там со всеми люксусами. А Господь добрый, Господь благословляет, Господь часто отвечает на наши такие всякие просьбы, Он не только по минимуму дает, а Он часто с лихвой. И вот, ну благословляет, вот ты купил, а что ты будешь делать? Ну как, ездить, Господи, включу крестьянскую музыку, кондиционер хороший, мягкой жену с детьми на собрание возить буду. Вы знаете, вот когда ты пользуешься для себя, вот это в небеса не конвертируется. Это не грех, что ты для себя попользовался, ты же не грехом напользовался. Но оно в небеса никак не конвертируется. И получается, ты здесь на земле прожил, на Лексусе проездил, или еще так дальше, а приходишь на небеса, и, как говорится, пешком придется ходить, потому что свой транспорт не конвертировал в небеса. Так касается буквально всего в нашей жизни. Нам нужно готовить то, чем я буду распоряжаться в вечной жизни. И нам нужно всегда постоянно думать, как то или иное благословение земное, которое я имею, от Господа получил для жизни здесь. Как мне его им не просто на земле пропользоваться, а как мне это конвертировать в небеса, чтобы я пришел и там нашел. Что толку, что я здесь попользуюсь? Главное, чтобы мне там во веки веков пользоваться. И вы знаете, надо начать об этом думать. Да, часто Господь о нас думает. Мы с вами этого, к сожалению, не понимаем из-за своей неосведомленности, плохой учебы в Божьей школе и так дальше. Мы этим не понимаем, но Бог за нас все равно. Он создает нам ситуации такие, что провоцирует делать добрые дела. Он нас побуждает, какого-то человека, прийти у нас что-то, просить помощи, потому что Бог хочет не в первую очередь не тому человеку помочь, который пришел ко мне просить помощи, а Бог хочет мне помочь, чтобы я, оказав помощь человеку, который пришел ко мне и просит, чтобы я заработал тем самым себе вечное наследство. А я об этом не думаю, а я думаю, что я ему помог. Да ты же сам себе больше всего помог. Ты себе помог в вечную жизнь. Ты, сделавший это, заработал себе вечное, которым ты будешь пользоваться. Но вы знаете, с нами бывает, как с малыми детьми. Родители говорят, да что, мне нужно, чтобы ты учился в школе, это тебе нужно. Да это разве мне нужно, чтобы ты там научился гвозди забивать или что-то там делать на кухне, варить. Это же тебе нужно, когда вырастешь. Но дети начинают, о не, играться хочу, удовлетворяться хочу. А в это все, это тебе, папа, надо, мама, надо, не мне надо. И вот мы так с Богом ведем. Как будто, вот жить для вечности, это Богу надо. Так это нам надо, друзья мои. Нам для нашей вечной жизни, чтобы у нас было чем там распоряжаться, чтобы у нас были какие-то там территории, чтобы у нас было там какое-то наследство. Друзья мои, а будут те, которые окажутся вообще без наследства в вечной жизни. Те, которые придут в вечную жизнь и будут как головня из огня. Да, они будут спасенные в числе Божьих детей, но они будут как бомжи, извините, там, в вечности, потому что, ну, ничего не получат. Все протратили неправильно. Все не так прожили. О, Господи! Приготовь нас к переселению. Но к переселению еще Господь и готовит нас и через то, что меняет нас. Вот я говорил, что уже представляя книгу о том, что Господь очищает и освящает нас. Друзья мои, это тоже очень важно. Вот насколько я в течение жизни преображусь в образ Иисуса Христа. А вот, чтобы преобразиться в образ Иисуса Христа, это надо ступить на путь с распятия со Христом. Это с распятия своей плоти, своего плотского Я. А оно ж, ох, как умирать не хочет. Оно, ох, как хочет жить. Да более того, это мое плотское Я хочет всей моей жизнью управлять. Даже мое плотское Я, когда я Богу служу, так и старается где-то примешаться, что-то своих пять копеек вставить. И надо его умершвлять постоянно, этого плотского человека. Друзья мои, и вот это плотское Я никак не умершвляется, как только через страдания, скорби. Вот это с распятия со Христом. Друзья мои, есть такая песня старая. Я помню, Дух Святой меня очень побуждал, когда я был молодым христианином петь, побуждал. Омой меня внутри и вне, если нужно, плав в огне, чтоб сердце грех на самом дне был удален совсем во мне. Вы знаете, я уже немножко понимал, и я как-то Дух Святой вот давал и побуждал меня эту песню петь, но я иногда аж содрогался, когда пел эту песню, потому что я понимал, что такое плав в огне. Ну, как я понимал? Я немножко еще понимал, но я понимал, в каком это направлении. На сегодняшний день я, ох, как понимаю, как гораздо больше понимаю, потому что Бог меня провел через такие плавильни, потому что Бог меня провел через такие обстоятельства. И причем еще хочу сказать, что это идет по возрастающей жизни. Если бы Бог мне дал переживать те искушения, испытания, которые я переживал там за последние 10-15 лет, дал мне в начале моей христианской жизни, я бы никогда не выдержал. Говорю вам честно, открыто, никогда бы не выдержал. Но Бог не дает сверхсилы. И Бог все делает по мере твоего возрастания. И если Он видит у тебя желание дальше развиваться перед Господом, дальше обновляться, дальше очищаться, дальше преображаться, то Он будет делать. Я не знаю, что мне надо делать. И слава Богу, что Он мне еще и не поручает, не поручает, чтобы кого-то плавить. Плавильной каждого занимается сам Господь. Это Он создает эти условия, Он их посылает, Он допускает. Часто для этого берет всякие такие орудия негодные, не для почетного употребления. А бывает иногда даже и брата моего, и сестру, который живет по плоти и правляет свое плотское что-то. И он возьмет и меня как-то обидит, возьмет меня и даже обкрадет, возьмет и еще что-то сделает. И вы знаете, и бывает, а этим Господь меня переплавляет. Говорят, в древности было такое. Тогда золото плавили не так, как в современных условиях, там, печь, в которой ничего не видно, там, приборы только определяют, что внутри этой печи происходит. А раньше было так, что плавили просто такой плавильный котел был. Этот плавильщик, человек, который переплавлял это золото или серебро или другой какой-то металл. И вот он поднимает температуру, разогревает, чтобы этот металл превратился в жидкое, из твердого в жидкое. Кстати, тоже большой урок. С твердого ничего не получится очистить. А вот когда с твердого сделаешь жидкое, вот тогда его можно очистить. Вот так Бог сделает и с нами. пока мы такие твердые сами себе в каких-то своих понятиях, в своем позициях, в своих характерах, конечно, с нами ничего не сделаешь. Но если нам подложить огонька под нас, под нашу жизнь, да так, чтобы он нас там долго погрел, знаете, чем тверже металл, чем дольше его надо разогревать, чем сильнее огонь нужно. И вот наконец его превратил в жидкий металл, тогда после этого сразу начинает вот это все помехи выгорать. И они превращаются как шлак сверху. И вот этот плавильщик берет какую-то большую такую специальную ложку и собирает этот шлак сверху. На температуре, скажем, тысячу градусов он собрал шлак и уже все кажется чистое. Но плавильщик знает, это еще обман зрением. Надо поднять температуру с тысячу на 1100 градусов. И когда подняли на 1100, вдруг опять появляется шлак. То, что раньше не смогло сгореть при тысяче градусов, при 1100 начинает гореть и вылазит как шлак. И он опять собирает шлак этот с поверхности. Но он знает, что это еще не конец. И он уже поднимает дальше температуру 1200 градусов. И опять появляется шлак, которого раньше не было. И он опять его собирает. И говорят, он знает, какую температуру нужно плавить каждый металл, чтобы весь шлак из него выгорел. И дальше он собирает уже маленькую пленочку, которая на поверхности, а потом уже подходит и смотрит свое отражение в этом котле плавильном на это золото или серебро. И если оно чистое, как зеркало, он видит свое ясное отражение, каждую морщинку, каждый свой волосок, тогда он понимает все. Вот теперь оно уже чистое. Ну, вот так и Бог делает с нами. Он вводит в нас разные испытания переживания переплавляет нас для того, чтобы в нас отобразился его образ. Вы знаете, как часто в нас немножко видно Христа в каких-то ситуациях, а в других ситуациях так и прет наше человеческое я. Никакого не Христа. Видно Федю, Петю или еще кого-то видно в жизни. А Господь говорит, не пойдет. Я тебя для вечности готовлю. Для вечности. Поэтому я тебя буду дальше переплавлять, потому что в вечности уже не будет этих переплавок. Уже что я здесь на земле с тебя сделаю, вот то и будет на веки веков. И поэтому Господь дальше начинает создавать следующие условия. Следующие подкладывают еще дрова, меняет как-то условия одни на другие, разогревает нас больше, чтобы вот это все плотское, я наше, все это земное, все у нас перегорело, выгорело, и чтобы Он мог это собрать и выбросить. А мы стали похожими на Него, преображаясь от славы славу в образ Господний. Вот это Господь делает на земле с нами. Но опять же вопрос следующий. Бог то делает, а я Ему позволяю это делать с собой. Я вхожу в Его работу, которую Он делает со мной. Бог писал через пророка Иереми, Он писал и говорил и через нескольких других пророков малых, Он говорит, выговорит как грязный котел, говорит, он на Израиль. Я под ним развел огонь, чтобы он очистился, чтобы вот эта вся грязь выгорела. Но говорит, что я не делаю, под каким огнем я вот не расплавляю это все, не выгорает ваша нечистота. Не выгорает. И Он говорит, такой котел, который не очистит, не очищенный, говорит, разобью и выброшу. Друзья мои, Господь нас очищает. А мы бывает так думаем, как бы сохранить свое я. Ох, так в этих же обстоятельствах, в этих страданиях, в этих скорбях, этот будут растоптаны мои права, в этих переживаниях, в этих скорбях, по мне просто пройдут как по тряпке, свои ноги оботрут. В этих переживаниях, в этих скорбях, вообще я после этого себя не соберу. А Бог говорит, хорошо, и не надо. Я же сокрушаю тебя не для того, чтобы ты сам себя собрал. Я тебя соберу в новый сосуд, в мой сосуд, которым я могу уже дальше пользоваться по своей воле, для своего употребления. Поэтому доверься Господу, ну отдайся в Его руки, ну смирися перед Ним при любом, что Он делает в твоей жизни. Ну начни сотрудничать, сотрудничать твоим смирением, твоей покорностью, твоим согласием и тем, что ты захочешь отказываться от своего. Захочешь от этой всей плотской накопи освобождаться. Начнешь это все исповедовать и признавать перед Господом и так дальше. И чтобы Господь тебя преображал в действительно в чудный свой образ. И чтобы на тебя можно было в любое время, в любых ситуациях, в любых обстоятельствах, любой день недели, ночью и днем посмотреть на тебя и можно было видеть Иисуса Христа. Вот это Евангелие должен увидеть каждый человек, от каждого из нас увидеть и услышать. Образ Иисуса Христа, образ Его жизни в каждой ситуации. И это важно для нашей вечной жизни. Так Бог готовит нас для вечной жизни. Не Ему на это надо, о каждом из нас. Наше жительство на небесах. Пишет апостол. Как бы хотелось чтобы мы все взяли себе это вот как мысль, которая определяет все остальное наше мышление, все остальное наше поведение, всю остальную нашу реакцию на все. Мое жительство не на земле, а на небесах. И исходя с этой позиции я начинаю на все смотреть, на все реагировать, начинаю именно так жить. Я не здесь. Мое жительство на небесах. И я хочу готовиться к переселению на небесах. Пока есть это время и возможности, я хочу готовиться. Благослови, Господь, каждого из вас, мои дорогие братья и сестры. Благослови вас. Пусть Дух Святой вас ведет, Дух Божий. Пусть каждый из вас станет сотрудником с Богом в работе над самим собой. Бог эту работу ведет. Только станьте сотрудничать более активно, более послушно, более внимательно, более познавая волю Божию всякую в своей жизни. Благослови вас, Господь, чтобы когда вы придете в вечность, чтобы каждого из нас там ожидало реальный кусок, извините за такое грубое слово, небесного наследства, вечного, которым будет распоряжаться я и ты. Слава Ему нашему Господу. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok